рада приветствовать вас на своем канале и сегодня речь пойдет а вот такой вот замечательной милой миниатюрки я думаю многим вам знакома такая схема наверняка у многих она дома есть такие маленькие подарочки вкладывают в посылку интернет-магазин золотая нора та же схемка мне досталась от моей рукодельной феи моей сестрички лесси которая она также пришла в подарок при покупке на сайте золотая нора устала я немного от своих зверей от однотипных однотонных цветов захотелось мне чего-то яркого и интересного необычного и я вспомнила о этой маленькой схемке и решила на один вечер отвлечься схемка как вы видите она помещается в ладошку комплимент от торговой марки миледи здесь даны номера бисера если у вас есть лупа то вы даже сможете их рассмотреть и вышить по номерам если же нет сможете подобрать свои остатки любые цвета которые вам понравятся темно-синий темно-сиреневый и розовый я взяла из своих остатков не стала я долго перебирать цвета вышивается эта прелесть швом назад иголку пришлось немного подумать где как провести шов чтобы не было больших перетяжек видите у меня перетяжек нету и небольшие скажем так новшества изменения я внесла в данную схему это вот эти вот цветочки когда я их сделала они были какими-то кривыми некрасивыми и я вовнутрь их цветочка вставила еще по одной розовой бисеринке здесь внутри ничего не должно было бы должно были быть просто кружочки такими же серединками мне кажется выглядит намного красивее и интереснее кроме того вот этот вот бантик уже когда я начала вышивать я поняла что это бантик до того мне казалось что такое-то одеялко на собачке лежит я довольно подбором бисера довольно этой милой схемкой есть у меня для нее уже рамочка небольшая она как раз подходит этой работе и откуда я взяла эту небольшую рамку магазине были была распродажа и я набрала вот таких вот рамочек 10 на 15 обычных фоторамок как раз для таких небольших проектов рамка сделана из материала пвх пластик обычный но как вы видите размер не подходящий для данной работы я же попросила папу который был как раз у меня в гостях подогнать по размеру мне эту рамку здесь вот если так присмотреться такие железные уголочки которыми крепится эта рамка просто вытащил одну сторону и обрезал мне рамочку обрезал стекло здесь у меня стекло к этой рамке обрезал картоночку и в итоге моя рамка как раз таких размеров как мне надо сейчас я натяну данную работу и покажу вам уже оформленную ну и вот что у меня в итоге получилось публикует стекло не знаю как вам показать камеру треногу все видно намучилась уже сколько она мучилась с этой картинкой я ее дольше оформляла чем вышивала очень неудобно пристеплить но во первых я вообще первый раз натягивала при помощи мебельного степлера во вторых края настолько маленькие просто невозможно не подтянуть не закрепить крепила на эту же картонку здесь потом скобочки завернула у меня немного торчит ткань следующие свои работы буду наверное на отдельную картонку крепить почему эту не сделала на отдельно потому что я не была уверена насколько вообще хватит места не хватит но я бы сказала что даже сейчас вот должно быть место чтобы вот это в пазы зашли и но довольно туго если здесь будет еще одна картоночка тоже не знаю откроется она или нет ну следующую попробую делать на отдельной картонке а потом будет видно и еще да я вставила работу оказалось что все мои скобки все видно так как стекло отодвигает работу немного назад не очень хорошо видно но по всему периметру я проклеила такую пластиковая пола полосочка чтобы просто скрыть скобки потому что из-за того что стекло картинка отодвигается немного от рамки и все эти скобы очень сильно просвечивались и было некрасиво а так ну вроде как дополнение рамочки вот такая вот маленькая миниатюрочка у меня получилось вот так стоит моя рамочка отражается не все 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 что только можно более-менее видно туфельку видно собачку здесь вам понравилась такая миниатюрка напишите приходил ли вам такой подарочек если у вас такая маленькая прелесть вышивали или нет мне будет интересно услышать ваше мнение а на этом я с вами не прощаюсь я говорю вам до новых встреч